Итак, коллеги, сегодня мы с вами поговорим про систематизацию отдела продаж, про его автоматизацию. Я поделюсь кейсами, какие приемы я использую, как это работает. Мы разложим с вами пошаговую технологию, и в конце я бы хотел, чтобы от вас были вопросы. Для того, чтобы мы поработали, поотвечали, и вы получили максимальную пользу сегодня. Итак, коллеги, давайте немножко познакомимся. Меня зовут еще раз Евгений Саблин, я эксперт по построению отделов продаж, я наставник по продажам. Последние 4 года я посвятил к тому, что я строю отделы продаж. Также у меня есть кадровое агентство, которое работает полностью на удаленке, специализируется на менеджерах и руководителях отделов продаж. Ну, собственно говоря, как вы понимаете, мои же клиенты меня и загружают заказами, так и появилось кадровое агентство. У меня 36 кейсов построенных отделов продаж и системы обучения, адаптации, и больше 180 менеджеров, которых мы вывели нашим клиентам. Секунду. Я не подружился с кликером. Вот. Я для чего вам все это рассказываю? Потому что я знаю все ваши проблемы в отделе продаж. Я их уже решал, я с ними сталкивался. Я знаю, как сложно найти нормальных менеджеров. Я знаю, как вы их обучаете, они потом сливаются. Я знаю, как они бегают по одним и тем же вопросам, саботируют СРМ, саботируют холодные звонки, забывают про уснувших клиентов. Я знаю, как они сливают ваших клиентов. У меня есть одна история, один из моих коллег как-то приезжает ко мне на встречу, а до этого я ему давал задание начинать слушать разговоры своих клиентов. Это, кстати говоря, одно из самых частых упражнений, которые надо начинать делать. И многие сопротивляются слушать разговоры, обосновывая это тем, что вроде как он же рядом сидит, я же его слышу. Но на самом деле вы не слышите клиента, поэтому слушать разговоры нужно обязательно. Так вот, приезжает он ко мне, клиент занимается металлопрокатом, трубопрокатной продукцией, весь злой, красный. Я спрашиваю, что случилось, почему в таком состоянии? Он слушает разговор, и клиент просит менеджера продать ему продукцию, которой не бывает в природе. То есть ее просто не производят. И менеджер говорит, ну слушай, ее нету. То есть такой продукции не бывает, и кладет трубку. Понятно, он злой, он заплатил за этого клиента, он привел его, и менеджер просто так бездарно сливает клиента. Это мы-то с вами еще понимаем, что нужно было выяснить, куда нужна эта продукция, почему он хочет такую продукцию. То есть выяснить проблемы, где он будет ее принимать, и предложить аналоги. И тогда повысить свои шансы на то, чтобы совершить сделку. Но в этом случае просто клиента слили. Я научился решать такие проблемы, и причем я научился решать их системно, таким образом, чтобы они больше не появлялись. 36 отделов продаж – это вот список тех сфер, в которых я работал. Стройматериалы, спецтехника, видеопродакшн, резинотехнические изделия, РВД, инструмент ткани, текстиль и т.д. А когда-то я представлял себе отдел продаж, как из фильма «Волкс Уолл-стрит», где все менеджеры по продажам такие заряженные, там звонят по телефону, общаются с клиентом, всем надо, все хотят продавать, все хотят денег. На самом деле, очень часто приходят они к нам на собеседование с гонором, они приходят там с запросами высоких окладов, еще и без опыта, думаешь, да ты еще, друг, ничего не стоишь. Ты еще там только выпустился с института, а уже хочешь там большие какие-то оклады. И при том, что я очень часто раньше натыкался на такую историю, что ты берешь менеджера по продажам, платишь ему большие оклады, ну, думаю, что сейчас будет классно, сейчас он мне тут взорвет продажи, а в конце концов в отделе продаж кладбище. И почему-то не получается. И у меня был всегда вопрос, почему они такие недотепы, а что такого-то случается? То есть я вроде им все даю, даю им интернет, даю им телефон, даю им там каталоги, а у них не получается. И почему я лучший менеджер по продажам, я когда-то в этом разобрался, я как бы сделал, но у меня получается, а у них не получается. Ну и в конце концов я понял, что так не работает. И я поставил задачу, ну, сделать такую систему, в которой менеджеры бы работали самостоятельно, но не просто работали самостоятельно, а работали хорошо. Таким образом, чтобы, ну, мы могли спокойно уехать в отпуск, доверить сложного там клиента, уйти там, ну, пораньше домой, потому что мы предприниматели. Ну, откровенно говоря, у меня получилось. То есть у меня получилось так в кадровом агентстве, и я помогаю предпринимателям развивать отделы продаж с помощью системного подхода. И вообще вот моя вот эта методика пошагового построения отдела продаж, она позволяет не зависеть в принципе от менеджеров по продажам, потому что мы можем их в этом случае набирать там столько, сколько нам надо их обучать масштабировать продажи, увеличивать, развивать, копировать на другие отделы. То есть, когда я построил себе отдел продаж в кадровом агентстве, то я точно такую же систему создал в отделе рекрутинга. И на это времени у меня ушло значительно меньше, потому что отдел продаж – это один из самых сложных отделов. Ну, и, конечно, высвободить время собственника. Итак, ребят, спотографируйте, пожалуйста, этот слайд. Это пошаговое, 8 уровней, 8 шагов для создания порядка в отделе продаж, при том, что расписанных еще по неделям. То есть, это вполне реальные сроки, в которые можно уложиться, чтобы навести порядок в отделе продаж. Ну, и давайте мы с вами сейчас пройдемся по каждому уровню. Вообще, я сравниваю это со строительством здания, со строительством башни, когда вы вложили свою силу, энергию, средства, а потом живете и пользуетесь плодами этого труда. Итак, первое – замер показателей. Встает вопрос, а как вы понимаете, что у вас в бизнесе работает, а что не работает? То есть, как вы внедрили, например, скрипты? Вот работают они или не работают? Или вы там что-то поменяли в скрипте? Ввели там новый источник лидов, включили рекламу в Инстаграм? Как вы понимаете, работает или не работает? И нужно считать все показатели. Нужно считать показатели для того, чтобы тестировать постоянно гипотезы. Мы с вами как предприниматели тестируем постоянно много разных гипотез, нам интересно все время что-то новое. Но нужно также систематизировать эти знания, понимать, что работает или что не работает. Это фундамент нашего развития. И когда мы начинаем считать, то мы в этом случае можем развиваться дальше и двигать бизнес дальше. Потому что я считаю, что мы можем управлять только тем, что мы считаем. Если мы не считаем, то это нам не подвластно. И принимать решения на основании цифр. Часто мне предприниматели говорят о том, что, слушайте, ну вот я же вроде и так знаю, что работает. Вот я общаюсь с клиентами, вот они мне так вот говорят, вот такие клиенты ко мне приходят. Но на самом деле ощущения и факт – это разные вещи. То есть нужно понимать, что на цифрах – это одна история, на ощущениях – это совершенно другая история. Скорее всего, она может, конечно, подтвердиться, но цифры – это, по крайней мере, уже факт. Конкретный пример. Очень простой пример. Как мы на основании цифр один из приемов у себя применили и до сих пор им пользуемся. У себя в кадровом агентстве мы искали самую рабочую вакансию. То есть текст самой рабочей вакансии. Каким образом написать вакансию, чтобы она собирала максимальное количество просмотров, максимальное количество откликов. И мы посвятили этому полтора месяца жизни и пару десятков тысяч рублей. То есть мы размещали вакансию и замеряли вот эти три показателя – просмотры, отклики, соответственно, конверсия. И таким образом мы вывели, что влияет на количество просмотров, что влияет на количество откликов. И вот самое вот это мясо, которое нам нужно, которым мы пользуемся уже несколько лет. А в основе этого были цифры. И при этом в разных бизнесах разные показатели. То есть есть бизнесы, которые работают в холодную, есть бизнесы, которые работают в теплую по входящим заявкам, есть розница, есть B2B и так далее и тому подобное. Вот конкретный пример, что нужно считать в одном из бизнесов, там, где я выстраивал отдел продаж по холодным звонкам. Количество звонков, количество лиц, принимающих решения, которые мы нашли, количество коммерческих предложений, отправленных, пробные заявки, реальные заявки, оплаты, отгрузки и ключевой этап ронки. Кстати, кто знает, что такое ключевой этап ронки? Антон, расскажи нам, что такое ключевой этап ронки? Отлично. Ключевой этап ронки продаж, это этап, который нам говорит, что чем больше мы туда заведем клиентов, тем больше у нас будет продаж. Соответственно, мы должны сделать этот этап максимально качественным, приятным для клиента, чтобы, когда он на него попал, у него там был такой эффект вау. То есть вообще ронка продаж, это процесс построения продажи, целью каждого этапа является доведение до следующего этапа плюс попытка конечной сделки. Соответственно, ключевой этап ронки, это этап, на который нам нужно сфокусироваться и сфокусировать внимание наших менеджеров. Соответственно, вот я, то, что сейчас прошелся по тем показателям, это показатели воронки продаж. То есть, ну, откуда я их, собственно говоря, взял. То есть, это вот та самая воронка продаж. Конкретный кейс, текстильная компания Kaling, которая занимается тканями и текстилем, увеличили продажи за два месяца на 50%. И ключевое действие было в том, что они взяли воронку продаж, взяли план по воронке продаж, декомпозировали этот план, то есть, сколько конкретных действий им нужно было совершить, распланировали эти действия по дням и начали им следовать. Просто банально, тупо начали следовать плану. И за счет этого выросли на два месяца. Казалось бы, такой простой прием, но на самом деле не все его делают. Двигаемся дальше. Структура отдела продаж. В большинстве случаев отделы продаж состоят из универсальных менеджеров по продажам, из универсальных солдатов, где приходит человек, он там принимает телефонные звонки, принимает заявки, перезванивает, делает коммерческие приложения, связывается с логистами, связывается с поставщиками, узнает наличие товара у поставщиков на складах и так далее. Ну, такой универсал, который делает все. И это не хорошо, не плохо, но в большинстве случаев это так, особенно когда бизнес начинается, то потом уже перестроится немножко сложнее. И у такой структуры есть плюсы и минусы. Ну, в частности, минусы, что потерять такого менеджера по продажам больно, потому что он уходит, он у нас, во-первых, уходит еще с клиентской базой, и при этом он выполнял достаточно большой блок работ. Во-вторых, низкая эффективность. То есть, если человек, например, занимается подготовкой коммерческого предложения, то он занят. При этом приходит звонок или какая-то заявка, он должен отвлечься, поговорить с клиентом. А если поговорить с клиентом, то нормальный хороший разговор – это 5-7 минут. Ну, и потом, после этого ему нужно обратно вернуться к коммерческому предложению, его отправить, тут там следующий звонок и так далее. То есть, эффективность падает. Плюсы всего этого удовольствия – это, конечно, легко администрировать, потому что мы все спрашиваем с конкретного там человека, и вся информация у него здесь. Конкретный пример – компания МТР-сервис, которая занимается резинотехническими изделиями, рукавами высокого давления. История в том, что у них очень много заявок. Очень много заявок с розницей, очень много заявок с опта, и все менеджеры занимаются всеми заявками. Абсолютно всеми. Соответственно, менеджер, когда сидит, у него там каждые 5 минут валится заявка. Он делает коммерческое предложение, отправляет, и там дальше, дальше, дальше. Но при этом у них нет времени на то, чтобы заниматься текущей клиентской базой. То есть, постоянными клиентами. Узнавать у них, сколько они покупают, долю в клиенте, и так далее, и тому подобное. Соответственно, когда мы разделили с ними отдел продаж по рознице, ну, по розничным клиентам и по оптовым клиентам, они выросли на 28% за 2 месяца. То есть, это было ключевое действие. Но при этом это неочевидное решение, потому что отдел продаж работает. Вроде как все хорошо. Тут вот 10 человек сидит, работает, у них полно заявок. И так, сейчас мы начнем их делить. И при этом они привыкли так работать, нейронные связи уже созданы. И, конечно, сложно это сделать. Это сложно поменять на двигающемся автомобиле какую-то запчасть. Следующий уровень – это описание общих правил. Такой достаточно простой уровень. И легко его делать, но он достаточно важный. То есть, в этом случае мы должны описать все бытовые вопросы, связанные, ну, там, как считается заработная плата, что должен делать менеджер по продажам. Пример расчета заработной платы, там, трудовой распорядок трудового дня, там, и так далее, и тому подобное. Как люди ходят в отпуск, как они увольняются, там, и прочие неудобные вопросы. То есть, логика или как это все работает. То есть, это снимает большинство сложных, там, или даже не сложных, а неудобных вопросов, но при этом простых. Потому что, ну, во-первых, нужно на них отвечать, тратить время, свою энергию. Во-вторых, сами сотрудники, когда работают, они, ну, в общем, у них может, там, определенные вопросы возникать. Типа, а как у меня вот расчет, как у меня заработная плата посчитается. Я уверен, что каждый из вас знает эту историю, когда приходят менеджеры по продажам, типа, а как мне посчитали, да, почему это так, да, почему вот у меня так вот получилось, откуда эти штрафы и так далее, и тому подобное. И при этом это повышает лояльность к компании. Когда сотрудник приходит в новую компанию, он понимает, что здесь порядок, что здесь все четко, понятно, прописано, и повышается его лояльность. И при этом сюда я еще прописываю принципы компании. Ну, то есть, если я, например, у меня есть один из принципов, не приходи с проблемой, приходи с решением, очень распространенный. Если я о нем не скажу, если я о нем не скажу, то как они об этом узнают? И в этом случае, когда у меня сотрудники приходят с какой-то проблемой, то я уже сразу спрашиваю, типа, а что делать-то будем? Какие варианты развития событий? И они мне уже сами предлагают и берут на себя ответственность за принятие этих решений. Следующий, мой любимый уровень – это обучение по продукту. Это все ваши сокровенные знания, которые вы копили годами, работая с клиентами. То есть, это тот самый опыт, сын ошибок трудных, которые вы собирали, мучились, общались с клиентами. То есть, это то, какой продукт нужно предложить в каждом случае. То есть, это конкуренты, это сроки поставок, это плюсы-минусы разных брендов. Это тот класс знаний, который у вас получился на основании вашего опыта. И в этом случае, если мы не передадим этот опыт нашим сотрудникам, то они будут тогда сами проходить этот путь, сами совершать ошибки, получать этот опыт, а за эти ошибки будут платить руководители. Ну, или там предприниматели. Потому что это его бизнес. Соответственно, мы должны оцифровывать эту базу знаний, доставать ее из головы и передавать сотрудникам. Как обычно учится менеджер, если этой базы знаний нет? Ну, где-то по каталогам что-то нашли, что-то выучили, либо там столкнувшись с клиентом. Не все получают эти знания, нужные знания. Не всегда это происходит правильно. Соответственно, это нужно оцифровывать. И таким образом мы растим экспертов из наших менеджеров по продажам, которым можем доверять сложные заказы, сложные проекты. Компания «Газтехносервис» обслуживание газового и котельного оборудования. Технически сложный продукт, технически сложная, точнее, услуга, там, где менеджер по продажам, должен хорошо разбираться в оборудовании, что и как работает. Так вот, результат, они сократили срок обучения с трех месяцев до одного месяца. Следующим образом, то есть они создали обучение по продукту и высвободили руководителя отдела продаж от непрофильных функций. Соответственно, он начал заниматься развитием менеджеров по продажам. Если раньше продажи от менеджера ждали только в третий месяц, то на текущий момент сократился срок до одного месяца. То есть продажи пошли в первый месяц. Представьте, сколько начал экономить собственник при подготовке менеджеров по продажам. Как быстро начали окупаться менеджеры по продажам. Следующий уровень ЦРМ. Понятно, что когда мы с вами описали правила общие, описали продукт, описали структуру, нам это все нужно теперь контролировать. И ЦРМ, ну это инструмент контроля, который нам позволяет, как вы сами понимаете, и слушать звонки и так далее. Но в ЦРМ не все умеют работать. Несмотря на то, что это уже распространенный продукт и определенная данность, не все умеют работать. Не все менеджеры умеют работать в ЦРМ, не все руководители умеют ее правильно настраивать. Вот, например, несколько причин, почему ЦРМ не взлетает. Очень часто руководители, собственники сами не работают в ЦРМ, не спрашивают с подчиненных, и таким образом ЦРМ, ну подчиненные понимают, что можно не работать, все равно никто не спросит, и таким образом ЦРМ умирает. Неудобно работать, технически сложно настроено, куча всяких лидов, непонятно, что происходит, тоже как бы начинают саботировать. Плохо продуманная воронка продаж, когда непонятно, что нужно делать и почему нужно пользоваться воронкой. Непонятно, там, ключевой этап воронки и так далее и подобное. Когда происходит работа в двух программах, и приходится дублировать информацию как в ЦРМ, так и в 1С, тоже нужно решать этот вопрос, и часто на этом спотыкаются и начинают саботировать ЦРМ. Или недостаточная политическая воля руководителя. Потому что вот сами сотрудники могут не дожать вопрос, то есть у них что-то не работает, и они не понимают, что не работает, и как с этим можно справиться. Но руководитель, если бы сам работал, то он бы дожал этот вопрос, привлек бы разработчиков, поставил им задачу и дожал. Но сами подчиненные не дожимают зачастую эти вопросы, соответственно, нужно руководителю проявить волю, для того, чтобы дожать этот вопрос. Есть институт МИДИС. Раньше назывался русско-британский институт управления, мы там выстраивали отдел продаж, и у них на высшем образовании цикл сделки исчисляется год. Год, два года, когда мы собираем абитуриентов на днях открытых дверей, на разные касания и т.д. и т.п. И потом они принимают все окончательные решения в короткий период времени, в лето. Соответственно, нам надо было собирать всю эту базу, постоянно ее подогревать, ей звонить и разговаривать. И за год у нас копилось просто огромное количество сделок. На одного, на каждого менеджера по продажам было под 250 сделок. Когда у вас 10 клиентов, вы можете обойтись ежедневником. Когда у вас там 100-200 сделок, никакой ежедневник вас не спасет, и никакая там Excel вас тоже не спасет. Это то, что нам позволило взять под контроль всех абитуриентов. Ну и когда вы внедрили ЦРМ, вы уже можете брать под контроль показатели, контролировать звонки, вести воронку и т.п. Следующий уровень – это рабочие процессы. И когда мы говорили о том, что нам нужно описать бытовые правила, это то, что вот в общем. А рабочие процессы – это то, что связано с исполнением обязательств. И это вот тот блок, который очень сильно высвобождает время самого там руководителя или собственника. Потому что очень часто стоит вопрос, типа, ну, мне проще сделать самому. Знаете, это поговорка. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Очень пагубная поговорка для руководителей, там, для собственников. Поэтому вот для того, чтобы выходить из этой ситуации, нужно описывать рабочие процессы, что, как работает, и делегировать эти процессы. И в этом случае сотрудники знают, как и что им нужно сделать. А если, ну, как бы не знают, они знают, где посмотреть в этой базе знаний. Очень сильно высвобождает время и достаточно быстро обучает самих менеджеров по продажам. Кейс-компания «Адванс», которая занимается инструментом оснастки из Германии, выросли за два месяца на 20% за счет того, что высвободили время руководителя вот как раз вот от этих вот рутинных процессов. И позволили менеджерам там самим решать разные прочие задачи. Руководителю высвободилось время, он начал заниматься развитием отдела продаж, появился рост. Седьмой уровень продажи. И здесь, на самом деле, не так все просто. Когда мы говорим про какие-то инженерные специальности, например, или там даже про бухгалтеров, то есть такая профессия. Профессии менеджера по продажам, ну, практически нету. Да, я могу сказать, что нету. То есть нет такой специальности на высшем образовании, как менеджер по продажам. Я знаю по долгу службы, что 90% менеджеров по продажам, которые ходят на разные тренинги, за них не платят. За них платит руководитель. И тем самым мы понимаем, какое отношение к этому обучению и как они внедряются, вот эти вот методики. Поэтому менеджер по продажам нужно обучать. И нужно обучать тем профессиональным навыкам в продажах, которые вообще существуют. И менеджер по продажам – это, на самом деле, профессия. Профессия очень востребованная. У меня на YouTube есть видео, в котором я обосновываю на цифрах, на количестве резюме, на количестве вакансий, и почему это самая востребованная профессия в России. Чему надо учить? Однозначно воронки продаж, однозначно скриптам, как пользоваться скриптами, от чего скрипты, от чего зависят продажи в нашей нише, в вашей конкретной нише, телефонным продажам, спин-продажам, даже банально проход секретаря. Кто, кстати, знает менеджера по продажам, который умеет пользоваться технологией спин-продажи? Ага, два-три человека. Ну, это сложная технология, рабочая технология, но нужно учить. Вот я, например, сходу придумывать вопросы по спин-продаже, ну, как бы не могу, у меня не получается, несмотря на то, что я ее применяю. И вот так, чтобы человек пришел, начал ее применять, достаточно сложная история. То есть нужно разработать эти вопросы и научиться ими пользоваться. Даже банально проход секретаря. Кейс компания Санита, которая занимается санитарно-эпидемиологическими заключениями. Когда мы начали заниматься, у нас процент прохождения секретарей был 15%. Ну, то есть там очень сложная кровавая ниша с очень высокой конкуренцией. Когда мы звоним, то секретари всегда отказывают. Соответственно, с помощью отладки скриптов, правильным применением этих скриптов мы увеличили за первые полторы недели проход секретарей там с 15% до 48%. Так, у нас остался уровень контроль и не осталось времени. Я так понимаю? Давайте, может быть, закончим. Да, я сейчас буквально там несколько минут заканчиваю, потом перейдем к вопросам. Что с секретарем делаем? Давайте мы это оставим, вопрос тогда на конец. И следующий уровень – контроль. Я уверен, что каждый из вас знает истории, когда мы с вами создаем там разные регламенты, правила, инструкции, а потом их не соблюдают. То есть они типа для галочки. Я знаю, что менеджеры по продажам саботируют СРМ, их не ведут. И с этим, естественно, надо что-то сделать. То есть вроде как мы выстроили эту структуру, систему, и она там не нужна. Это про скрипты. Написали скрипты, но применять их – это совершенно другая история. Соответственно, как было бы просто управлять бизнесом, если бы мы управляли им как машиной? Да, поворачиваем колеса направо, машина едет направо. Но в бизнесе с людьми немножко не так, потому что у людей свое мнение, они могут саботировать, а могут наоборот там исполнять. И как было бы хорошо, если бы наши менеджеры по продажам быстро применяли те инициативы, которые мы вырабатываем, применяем. Соответственно, нужно выстраивать эту систему контроля, систему контроля за скриптами, систему контроля исполнения СРМ и вырабатывать эту модель поведения у менеджеров по продажам, так, чтобы они делали то, что мы говорим. Реально, часто бывает, вот вы пришли сегодня на мероприятие, посмотрели, к вам пришла в голову какая-то мысль, вы пришли к менеджеру по продажам, говорит, все, с сегодняшнего дня начинаем жить по-новому. Менеджер по продажам, ага, сейчас, что он там у нас опять придумал? Что он там сейчас нам такого расскажет? Поэтому здесь нужно выстраивать систему контроля, для того, чтобы получать обратную связь. Кто и как выстраивает эту систему контроля, то есть это может сам руководитель, что является дорогим решением руководителя дела продаж, сторонний человек, может быть, там, вплоть до того, что сторонняя компания. Давайте, ребята, переходить будем к вопросам. В основной контентной части у меня все. Ответьте на тот самый вопрос про проход секретаря, и я боюсь, что на большее количество вопросов у нас даже и времени не осталось. Давайте еще раз, про проход секретаря, вот какой вопрос? Что вы делаете с такого волшебного? С секретарем. Мы тестировали несколько разных скриптов прохода секретаря, и в том случае у нас был скрипт следующего формата. Мы звонили и говорили, что, слушайте, вот мы два месяца назад общались с кем-то из вашей компании вот по такому-то вопросу, и вот, ну, честно, забыли. Забыли, вот, ну, с кем общались. Скажите, пожалуйста, кто это, кто у вас занимается, вот, ну, в частности, там, стандартизацией, там, или сертификацией продукции? Есть вопрос не, вот, еще раз, важный момент в работе со скриптами. Скрипты нужно играть. Читать скрипты бесполезно. То есть история в том, что в телефонных продажах человек нас не видит. Он, как бы, вот этот канал восприятия информации отсутствует. Соответственно, мы можем, ну, как бы, вот, либо что-то ему конкретно говорить, либо, ну, влияет на него интонация. И здесь очень важна вот эта интонация. Поэтому, когда мы занимаемся телефонными продажами, им нужно правильно вытренировывать, вот, голос и речь у менеджера по продажам. Соответственно, здесь, во-первых, ну, самая речевка. Во-вторых, подача. Она, вот, имеет большее значение. Соответственно, мы, вот, полторы недели, во-первых, искали, вот, что такого сказать. Во-вторых, как подать. Ну, то есть, по сути, вы предлагаете всем менеджерам по продажам, в первую очередь, хотя, наверное, во вторую очередь, идти на курсы актерского мастерства. В целом. И сценаристу. Да тут не настолько сильное и сложное актерское мастерство. Достаточно вспомнить, как мы рассказывали о стихе в школе. Понятно. Хорошо, тогда один последний вопрос, потому что времени нет реально. Вы когда-нибудь приходили в компанию, в которой, как вам казалось, все хорошо? Да. Да? Что вы им советовали в этом случае? Как сделать еще лучше? Что сделать еще лучше? Сделать более доступным ключевые топоромки. Ну, это была конкретная ситуация, когда ко мне приходит компания, которая занимается квестами. Это не Челябинск, это Санкт-Петербург. Соответственно, где доехать до этого квеста, посмотреть комнату, достаточно сложно. А ключевые топоромки, в них это, ну, приехать, посмотреть, как это все выглядит. Соответственно, я им посоветовал изменить ключевые топоромки с точки зрения, сделайте видео. Просто вот вы снимите, походите, поснимайте, прокомментируйте и отправляйте видео клиентам. Это облегчит, ну, доступ, то, чтобы приехать посмотреть. То есть, сходу дали готовое решение? Ну, не сходу, мы общались с ними все-таки, да. Подумали, хорошо. Большое спасибо, Евгений. Евгений Саблин, эксперт по построению продаж, собственник кадрового агентства «Кадры Роста». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!